Когда колесо катится без проскальзывания по дороге, каждая точка на его ободе прочерчивает кривую линию, которая называется циклоидой. Вы сами можете начертить ее, вырезав круг из пеноплекса, закрепив на его краю фломастер и прокатив этот круг вдоль деревянной рейки. Точка на ободе колеса одновременно участвует в двух движениях. Во-первых, она поступательно перемещается вместе с центром. Во-вторых, она вращается вокруг центра с той же самой скоростью. Эти две скорости складываются, и суммарная скорость является касательной к траектории точки. На это же движение можно посмотреть и по-другому. Неподвижная нижняя точка колеса является мгновенным центром вращения, и все колесо вращается вокруг этого центра, порождая циклоиду. У циклоиды есть много разных замечательных свойств. Вырежем горку в форме половинки перевернутой циклоиды, положим на нее два шарика и отпустим их вместе. Шарики приходят в нижнюю точку пути также одновременно. Получается, что с какой бы высоты циклоиды мы не отпустили шарик, он достигнет нижней точки за одно и то же время. Это свойство циклоиды открыл знаменитый голландский ученый христиан Гюйгенс. Он же установил, что разверткой циклоиды снова является циклоида, и использовал этот факт в своей конструкции морского хронометра. В отличие от обычного маятника, период колебаний маятника Гюйгенса остается тем же самым даже при большой амплитуде колебаний. А еще мы сделали установку с двумя горками. Одна горка прямая, а другая вырезана по циклоиде. Отпустим одновременно с обеих горок два шарика. Видно, что шарик, который двигался по циклоиде, спустился вниз первым. Хотя он и проходит больший путь, зато он быстрее набирает скорость за счет резкого спуска. Можно доказать, что циклоида является брахистохроной. Это значит, что она обеспечивает самый быстрый спуск из одной точки в другую.